Ваше здоровье, дорогие жители этой планеты. Это обращение к тем чудесным людям, которые иногда любят заскочить на этот YouTube-канал, который называется Негодяй ТВ, и посмотреть здесь передачу «Вопросы за бабосы». Потому что только эта передача в основном и транслируется на этом канале. 24 апреля в 2018 году я вечером лежал в кровати. И спонтанно, резко на меня налетела мысль о том, что мне нужно стать блогером, и я стал блогером. На этом канале есть второй канал, есть TikTok, есть Instagram, есть Яндекс.Зен. В общем, этих социальных сетей немерено, и приходится в них во всех работать. Приходится, потому что это уже работа, которая приносит какую-никакую ловышку. В зависимости от того, как классно заходят и рекомендуется мои видосы. Тот контент, который я делал и делаю иногда сейчас, не всегда меня радовал по той простой причине, потому что я понимал, что пользы в нем нету. Никакой. Вообще. Польза для тех людей, которые это смотрят. А ведь с самого начала, как только эта мысль ко мне прилетела, эти 4 года назад, я же хотел снимать вам такой полезный, такой правильный, такой нужный контент. Но я не стал его снимать, потому что я подумал, нет, нет, рано, рано, Женя, ты еще пока зелен в этих знаниях. Ты только знаешь, твоя практика мала. Сначала используй все эти знания на себе, которые ты знаешь, используй их. Докажи всем, что они работают. И вот тогда ты можешь смело об этом разговаривать. Это мысль сильно крепко засела у меня в голове. Я думаю, да. Прежде чем об этом говорить, мне нужно сейчас стать популярным. Богатым. И тогда это будут не пустые слова. Тогда я скажу, вот смотрите. Видите, та хрень, про которую я вам сейчас говорю, то, о чем я сейчас вам лапшу на уши вешу, это работает. Посмотрите на меня, какой я успешный и богатый человек. Это работает. Что работает? Очень кратко, я сейчас не хочу углубляться во все детали. Очень много информации было прочитано мною до того, как я стал блогером. Ну и после, естественно. Эта информация содержала следующий характер. Опять скажу вам кратко. То, что мысль человека, она материальна. И человек может сам строить свою судьбу. Он вправе создавать ту реальность, которая происходит вокруг. И если ты чего-то пожелал, это может материализоваться. Тебе нужно лишь правильно об этом подумать. Правильно это почувствовать. Это та информация, которая сильно мною овладела. Основным элементом того, что я в это впарился и поверил в это, это была не эзотерика, не религия, а квантовая физика и нейробиология. Книги Джо Диспенза добили меня конкретно. Добили почему? Потому что до этого был транссерфинг, спиральная динамика, открытое мышление, институт Арбингера, Стивен Кови и вся такая вот более бизнесовая тема. Но Джо Диспенза меня переворачивает, разворачивает. И я помимо того, что верю в эти знания, я тут же начинаю их использовать. Суть, она в трех словах такая, что ты, если, например, хочешь быть богатым человеком, ты должен уже стать богатым человеком ментально и физическо-эмоционально-психологическим. То есть ты должен уже жить как богатый чел в плане того, что ты ощущаешь себя им. Ты в это до такой степени веришь, что ты уже знаешь, что ты уже этот богатый чел. Либо здоровый чел, либо знаменитый, либо успешный, либо счастливый. В общем, все то желание, которое ты хочешь, чтобы у тебя сбылось, ты не должен его ждать, не должен о нем мечтать. Ты уже должен быть этим самым в данную секунду. И это кратко, это очень кратко. Я все вам раскидал каким-то образом. И со всеми этими мыслями, с этой практикой, которая работает, то есть она прям работала очень сильно, на мелочах. Ты едешь в центр города на работу, ты всегда знаешь, что возле здания, где ты работаешь, тяжело очень сильно припарковаться. И ты думаешь об этом, ты едешь в пробке, ты думаешь, блин, сколько я еще буду сейчас ездить там в этих пробках по центру, чтобы где-нибудь кинуть свою тачку. Это я вам рассказываю пример. И тут, обладая вот этими знаниями, я использовал их сразу же. То есть я еду в машине уже припаркованной. То есть я еду с кайфом и не позволяю себе даже подумать о том, что я буду искать мысли. Ментально и эмоционально у меня все чудесно. И эта тема работала. Ты приезжаешь, и прямо около двери парковочное место. И так я ловил себя во всем, во всех мелочах. Ты едешь навстречу, опаздываешь, но ты не позволяешь себе даже подумать о том, что ты опаздываешь. Ты знаешь, что все будет там четко. И ты приезжаешь на 30 минут позже. Ты себя не загонял по дороге, и оказалось, ты приехал самый первый. Ты едешь домой, и там должен быть небольшой скандал в семье, потому что ты знаешь, что здесь где-то ты там в моменте неправ, и тебе сейчас достанется, но ты едешь счастливый, как человек, у которого в семье все хорошо. И ты приезжаешь, и проблема решена. Вселенная, она решает твои проблемы, когда ты открыт ей, и ты спокоен, и ты не позволяешь своим эмоциям и мыслями овладеть собой. Это очень кратко. Это очень кратко то, что было в моей голове в 2018 году. И тут я хочу об этом говорить, транслировать это людям и говорить, ребята, это работает. Я вам на собственном примере хочу показать, как вам, ну, вам, как это работает. В то же время я зарабатываю не очень много денег, и я понимаю, что для примера людям мне надо сейчас стать богатым персонажем. Я думаю, так, на что бы направить свое внимание, чтобы это реализовать с помощью этих знаний? Я думаю, фак, я стану блогером. А у меня все карты на руках, потому что я работаю в компании, где, кстати, я проводил тренинги и курсы по ораторскому искусству. Это было одно из направлений, которым я занимался в компании. Там были тренинги по коммуникации, по креативности. Потом постепенно я начал уже говорить о мышлении, о мозге. И даже я провел несколько лекций на эту тему. И людям зашло, и мне зашло. Но говоря об этом, умничая об этом, я понимаю, что я зеленый. Мне нужно реализовать себя, узнать в точности, как это работает на опыте, а потом выдать это людям. И тогда я честен. Потому что это не просто знания, прочитанные в книге. Это то, что я пережил на собственном опыте. И я лежу дома и думаю, я стану же блогером. Потому что помимо того, что в этой компании я занимался тем, что был спикером различных компетенций, я также ввел YouTube-канал, который был у этой компании. Снимал, монтировал. Было много хорошего оборудования, которым я мог пользоваться и петлички Sennheiser, и GoPro, и камера. Все было в моем распоряжении. Я думаю, фак, я со следующего же дня буду снимать именно свои влоги, блоги. О чем снимать? Я не знал, о чем мне снимать. Я думаю, вот включу в камеру, что начну говорить, то и буду снимать. Буду снимать все, потому что я талантливый. И я понимал, что сделаться популярным, и не важно, что я буду снимать в YouTube, для меня это легко. И я начал свой путь с того, что да, сейчас моя цель это сделаться здесь популярным. Что нужно для популярности? Миллион подписчиков? Фу ты, ерунда. За полгода. За полгода я поставил себе такие амбициозные цели. И тем главным инструментом, который я хотел использовать для достижения своей цели, это те мои знания о том, что я могу материализовать то, что я хочу. При этом я должен быть душою и сердцем открыт и влюблен в этот мир, и создавать все это в удовольствие. И так я и начал этот свой путь. И да, эта схема, она работала. Я не искал контент, который нужно снимать. Контент сам находил меня. И даже если некоторые люди, которые могли помочь мне в этом, отворачивались от меня, я относился к этому с душой, с кайфом, с пониманием. И эти люди потом все равно оборачивались ко мне. И я понимаю, как работает, как все работает. Все прочитанное мною, оно работает. Видосом за видосом. Проект с другим блогером, моим одногруппником. Сразу же покапала лавешка. Тут же, через месяц, я начал зарабатывать даже больше, чем я зарабатывал до этого. И я занимаюсь прикольным делом. Я как актер, я как режиссер, я как хрен пойми. Я все делаю. Я и монтажер, и бла-бла-бла. Я ни от кого особо не завишу и снимаю все, что мне захочется. И это еще приносит доход. Работает. Моя, эта вся движуха про материализацию, она работает. Начинает заходить контент. Он назывался тупой, еще умнее. Вопросы за бабосы. Случайным образом. Все происходило случайно. Этот контент, он случайный. Эти видео, первые два видоса, они были созданы даже не для моего канала. Но тот человек, для кого я это создал, сказал, Жека, говно, мне не нравится. Я говорю, хорошо. И я потом случайно, потому что мне нечего было выкладывать, выложил вопросы за бабосы. И они стали заходить. И я начал каждую неделю снимать одно и то же. Почему? Потому что это стало заходить. YouTube стал рекомендовать именно этот контент. Полгода я снимал вопросы за бабосы и неплохо на этом зарабатывал. И я постепенно начал забывать все те знания. Все то стремление, которое было во мне, угасло. Потому что я погряз в пилении одного и того же контента. И уже ради бабосов. Потому что мне было все мало и мало. Я уже готов был пилить по две рекламы в одно видео. Мне нужно было больше видосов. Потому что эта реклама, она все давила и давила на меня. Эти переписки. Я уже был не блогером, а менеджером, который кусался за все эти копейки. С теми людьми, которые предлагали мне сотрудничество. И эта меркантильность, она съела всю ту мощь, которая была во мне. Та мощь, та сила, которая придавала мне... Что придавала? Которая давала мне возможность все делать легко. И я осознаю в какой-то момент, что я про все забыл. Про все забыл, что было мною прочитано. Я уже был каким-то озлобленным, оскверленным и нечестным. И я уже как ведущий этой передачи стал каким-то для себя не особо приятным типом. Меркантильным. Та материальность, те желания, те плоды, которые все принесли, они затянули меня. Затянули меня очень сильно. И я такой очень крутой, веселый парень, у которого успешный успех. Люди подписываются бешено на мой канал. Да, это не миллион подписчиков. Но миллион это было так для красивого словца. Это был для меня пинок. Тысяч и сто мне бы хватило для того, чтобы понять, что эта тема работает и я могу двигаться дальше. Но снимать одно и то же мне стало тяжело. Потому что я понял, что я погряз в этой меркантильности и надо развивать себя дальше в плане контента. И я уже начал снимать другие какие-то моменты, которые мне были в кайф на данную секунду. Какие-то интервью и что-то там, чего-то там, что уже не понравилось моим зрителям. А у меня набилась аудитория, которая очень любит передачу вопроса за бабос. И так, в течение всего этого моего блогерского пути, у меня были перерывы, когда я ничего не снимал. И я полностью отдался опять этим знаниям тому сознательному аспекту, который во мне находился и который нуждался в тренировке. В тренировке не отождествляться ни со своими мыслями, ни со своими желаниями меркантильными. Потому что если изначально я все это делал ради того, чтобы рассказать вам ту истину, благодаря которой все это получилось. То есть здесь я ментально погряз уже в том, чтобы добиться вот этого уже для того, что это нужно мне, моей личности. Это я хочу быть знаменитым, это я хочу быть богатым. Это вот та моя основная цель. Мне уже насрать на те знания, о которых я говорил, которыми я пользовался. Этого я хочу. И я стал наблюдать за тем, что вектор очень сильно изменился. При этом я продолжал читать литературу на эту же тему. И какие-то новые, не фишки, а новые инсайты рождались во мне. И уже не шла речь у меня о том, чтобы добиться чего-то. Уже открывались другие двери, где я хотел понимать, кто я на самом деле. Что есть истинное я, которое может трансформировать эту жизнь. И другая литература открыла мне глаза на то, что все гораздо выше и прекраснее, чем те же желания добиваться успеха ради того, чтобы говорить об этом. И опять происходили колоссальные изменения во мне, когда меркантильность, желание успеха и всего остального, они погасали. И я понимал, что это неважное в жизни. Но это все будет. Но правильное видение всех моментов, которые происходят с тобой в жизни, оно также даст тебе свои плоды. Но при этом не нужно желать и стараться материализовать. Все и так материализовывается. Все и так делается только в наилучшую для тебя сторону. Все и так прекрасно. Но ты как личность, ты хочешь все это изменить. Ты хочешь этого больше. Здесь хочешь так, хочешь сяк. И ты сам не даешь открыться этим дверям. И ты сам не даешь раскрыться всем тем положительным и приятным моментам, которые должны нарисоваться в твоей жизни. И переосознание, оно происходило со мной. Но в какие-то моменты возвращалась та личность, которой нужно было работать, кормить семью, платить за ипотеку. И надо было продолжать что-то работать. И ты вспоминаешь, ну вроде как можно же работать и здесь, в социальных сетях и зарабатывать. Ну давай поснимаем снова вопросы за бабосы. Давай, ведь это же тема заходила, этот контент, он нравится людям, он приносит себе лавэ. И ты начинаешь опять снимать эти вопросы за бабосы. Опять ты забываешь обо всем, что ты осознал. И это колесо, какое-то колесо. Опять ты думаешь, нет, давай мы начнем опять осознанно относиться ко всему. И ты снова осознанно относишься к миру, к восприятию, к ощущению. Ты опять такой приятный человек, но как только ты становишься этим осознанным, приятным человеком, опять у тебя в жизни становится все хорошо. Густота финансовая и успешная и благоприятная, она к тебе снова приходит. Эта тема работает. Тема осознанного восприятия и осознанного себя, она дает плоды. И она опять дает тебе плоды, и ты начинаешь опять кушать эти плоды, и тебе их мало. И ты хочешь еще больше, больше, больше. И снова забываешь про те эти осознанные знания, о которых ты говорил сам себе. И ты погряз опять в пучине меркантильности, желаний, развлечений и прочей лабуды. Потом опять тебя бьет по голове кризис, и ты думаешь, блин, ты же осознанный, непонятный, ничто, никто, пространство, энергии и бла-бла-бла. И ты снова начинаешь работать сам собой, над собой. И эта работа снова приносит плоды, и снова у тебя какая-то социальная сеть взрывает. Она приносит тебе деньги, она приносит тебе еще какие-то бонусы. Какие-то другие люди с тобой заинтересовались, и ты с ними делаешь проект, и ты опять погряз в этом проекте. И ты можешь осознанно работать, делать все ты можешь осознанно, но мысль, личность, эта ментальная сущность, она опять тянет к нам. И ты возвращаешься обратно. И это возвращение, оно мне надоело. На протяжении этих четырех лет ты находишься как белка в колесе. Я сейчас говорю все про себя. Ты становишься на ровную дорожку, становится все хорошо, ты забываешь о том, что все хорошо у тебя, потому что ты делал именно так. Как только бьет тебе опять по щеке какая-нибудь неприятность, ты думаешь, ох, как больно. Я не хочу так, а я же и не могу так. Я могу и не так. Я почему-то опять все забыл. Ты начинаешь сразу же становиться тем, кем ты являешься на самом деле. Тем, кем является каждый. Каждый на самом деле. И опять все хорошо становится. Опять мир дает тебе все. Не надо даже ничего материализовывать. Не надо. Желать быть блогером сумасшедшим, богатым человеком. Все, что нужно, самое благоприятное для тебя. Оно и так сделается. То отношение, то, как ты смотришь на это и на те проблемы, которые с тобой возникают. Вот здесь есть момент, который нужно направить правильно. Как правильно? Об этом мне и хотелось умничать с самого начала, как только я начал эту всю блогерскую лабудень. И я понимаю, что ни о чем другом говорить сейчас мне больше не хочется. И то мое глупое убеждение о том, что мне нужно добиться чего-то такого глобального, быть богатым и знаменитым, чтобы говорить то, о чем я всегда хотел говорить, не нужно. Сейчас я буду снимать для вас тот контент, который хотел всегда снимать, о котором хотел всегда говорить, и который говорю с чистым сердцем. И проделав уже это на своем втором канале, я вижу, что, говоря об этом, я уже помогаю кому-то и еще даже помогаю себе. Помогаю себе не соскочить, как я соскакиваю все эти четыре года, а продолжать двигаться все в том же направлении. Я не исключаю, что здесь может продолжиться передача вопроса за бабосы, будут рождаться какие-то другие передачи. Нет, я этого не исключаю. Если на то будет угодно каким-то событиям, которые меня к этому приведут, я не буду сопротивляться. Я буду делать это с удовольствием. Я всегда заставлял себя и старался каждый видос, который вы видели, делать и монтировать с удовольствием. Но то фундаментальное и лучшее, что я могу сказать для вас, это то, о чем я буду говорить в продолжении банкета. Мой следующий ролик будет об этом. Спасибо. Вот такой честный спич хотел я вам закинуть в топку. Кукарача. Кукарача.